Приветствую, бро! С вами Денис Оптимистер и на моем канале очередные перемены. Я знаю, что многие из вас любят фильмы по комиксам. Настолько любят, что просто категорически отрицают, что не все из этих фильмов являются шедеврами. Даже хорошими не все являются. На днях я разместил в инстаграме фотографию с пресс-показа фильма «Первый мститель. Противостояние». И я там даже вердикт фильму не вынес, пообещав в ближайшее время сделать обзор. Но тем не менее, я столько узнал от этих комментаторов о своей сексуальной ориентации, об их отношениях с моими родными, что перебанил с пятерку неадекватов и придумал тему сегодняшнего ролика. Так вот, сегодня я хочу рассказать о пяти, на мой взгляд, самых странных фильмах Марвел. И поправочка, ни один из них не входит в новую киновселенную Марвел. Так что дышите глубже, бро! Никто не назовет вашего любимого третьего железного человека отстойным. Даже о новой фантастической четверке здесь ни слова не будет, есть вещи хуже и странней. Речь идет о ранних фильмах, которые выходили довольно рандомно, когда никакой киновселенной Марвел толком и не существовало. И в этом типа топе я снова просто перечисляю интересные экземпляры, не пытаясь выявить из перечисленного лучшее или худшее. Так что без паники, бро! Начинаем типа топ пяти самых странных фильмов по комиксам Марвел. А такую вот читерскую униформу Капитана Америки с большим принтом я заказал на сайте всемайки.ру. Всемайки.ру это огромный выбор футболок на любой вкус с разнообразным дизайном. Футболки с обычным принтом, футболки 3D, свитшоты, а также подушки, чехлы и прочие аксессуары. Если не хотите заказывать вещь с уже готовым дизайном, а положим хотите сделать себе футболку с фантастической четверкой, то просто выбирайте любую понравившуюся вам картинку и создавайте новый дизайн всего за 2 минуты. Кроме того, для всех Майкро действует скидка в 10% по промокоду OPTI2016. Ссылку на сайт, приложение и промокод найдете в описании к ролику. И начну я этот список с самого очевидно странного, но зато первого большого марвелского фильма Говард Утка. И когда я говорю, что этот фильм странный, я имею ввиду, что странный он, как велоцираптор-почтальон, который только что проехал у вас под окном. Ну то есть, ну прям предельно странный. Вот знаете такую категорию фильмов, которые непонятно для кого сделаны? То ли для детей, то ли для взрослых. Вот Говард Утка, как раз тот самый случай. В основу фильма лег комикс об обычном селезне с планеты Уток, которого придумали Стив Гербер и Валмайрик в 1973 году. И сюжет фильма рассказывал о Говарде, который жил себе на другой планете в Соединенных Утиных Штатах и работал в Утином рекламном агентстве. И однажды этот персонаж был абсолютно рандомно заброшен на матушку Землю. И в общем-то такой вот замес истории. Селезень на Земле быстро адаптируется, находит подружку в лице юной певицы и даже устраивается на работу в бордель разносчиком полотенец. Однако со временем Говард устает от мира людей и пытается вернуться домой. Но тут еще один более злобный пришелец оказывается на Земле. И селезню приходится решать еще и эту проблему. И вот с одной стороны, это звучит как интересное приключение про забавную утку из мира уток. Господи, какая это автология. Которую случайно занесло в наш мир. И на первый взгляд это такая годная детская сказка вроде. Кино же к тому же по комиксам, ну, наверняка все из себя такое развлекательное. Охрен! Помимо относительно интересного героя и прочих персонажей, здесь присутствуют утиные сиськи, страшный и странный стоп-моушен анимационный монстр. Кроме того, Говард все время бухает и курит. А еще здесь имеется странный намек на зоофилиев. И не говорите мне, что в этой сцене все заигрывание происходит ради шутки. Вон у Говарда даже хохолок приподнялся. И я в буквальном смысле. И главный факт, насилующий мое детство. Вот смотрите, кто в этой сцене лезет на Говарда. Это ж мама Марти Макфлая, Ли Томпсон сверху. Черт, похоже, пора писать фанатскую теорию про настоящего отца Марти. И бурную молодость его матери. Ну и главный фейл. Это кино продюсировал Джордж Лукас. И бюджет этого фильма составлял 37 миллионов долларов. 37, Карл! Да бюджет шестого эпизода Звездных войн был меньше. Да и сегодня блокбастеры умудряются снимать гораздо дешевле. 2 миллиона этого бюджета ушло только на костюм Говарда утки. А Говард даже в комиксах был, в общем-то, не детским персонажем. Но здесь он представлен именно как кукла. Поэтому я изначально говорю о таком диссонансе. Посмотрите, какой он весь из себя забавный. Довольно сложно представить себе, что это милое создание не рассчитано на привлечение детской аудитории. Да и вообще, если так разобраться, очень много денег ушло именно на спецэффекты. Которые в те времена, если честно, были, ну, мягко говоря, не очень. К тому же это вообще был первый фильм Марвел, вышедший на большом экране. Первый, и по мнению зрителей и критиков, наихудший. Впрочем, я с ними совсем не согласен. Есть вещи похуже. Тем не менее, у Говарда утки 7 номинаций на золотую малину. И 4 из них фильм таки получил. Плюс одна номинация на звание худшего фильма десятилетия. Однако, справедливости ради, в детстве многие из нас не понимали половины того, что происходит в фильме. И тем более уж не знали комиксового первоисточника. Так что это кино нам нравилось. Тем удивительнее испытывать недоумение во время просмотра Говарда утки в сознательном возрасте. Что это вообще такое? Зачем это было снято в 86-м? И главный вопрос, будет ли у Говарда утки отдельный фильм в новой киновселенной Марвел? Не, ну а че? Персонаж-то уже заявлен? Хотя на самом деле, как трэш, фильм вполне сойдет к просмотру. Например, в компании друзей, когда вы просто хотите похохотать над его глупостью. Ну и может быть посмотреть на довольно миленькую и достаточно горячую Ливу Томпсон. А следующим в этом списке идет фильм... Ха-ха-ха... Леший. Ха-ха-ха, именно Леший. Ну, да, именно так крестили этого героя в русском прокате. В оригинале его имя звучит как Мэн Син. Ну, то есть буквально Человек-Вещь. Ну, в общем, пусть остается лешим. Это кино рассказывает о страшном всемогущем существе, тесно связанном с природой, который наводит шороху на болотах в окрестностях тихого городка Байуотер, убивая разных там людей. Разумеется, злодеяния Лешего не остаются без отклика, и вскоре ими начинает интересоваться молодой шериф Кайл Уильямс. И, в общем-то, в итоге в историю вмешиваются индейцы, предупреждающие о мифической угрозе, а также нефтяной магнат, который, очевидно, эту угрозу разбудил. И, казалось бы, нифига себе, у Марвелов тут настоящий ужастик вышел. Да, вышел, но каким же, сука, скучным и ленивым. Все здесь такое тягучее, да нельзя предсказуемое. Кино это вышло в 2005 году. За основу был взят персонаж, созданный Стэном Ли, Роем Томасом, Джерри Конвеем и Грейм Морроу. Но, тем не менее, до чего поверхностно показан сам персонаж Леший. И, если вы видели это кино, то вряд ли. Может быть, объясните мне, какие здесь мотивы у персонажей? Почему тут такие тупые диалоги? Да поясните хотя бы, почему шериф, расследуя убийство на болотах, ходит туда исключительно ночью? По-моему, очевидно, что его жопка может тоже пострадать. Так зачем искать на нее приключения? В общем, полный бред. И, в итоге, Лешего даже типичным средненьким ужастиком не назовешь. И, в отличие от Говарда Утки, за просмотром которого можно хотя бы посмеяться над глупостью происходящего, Лешего я бы никому смотреть не рекомендовал. Ну, серьезно, вы только посмотрите хотя бы на эту компьютерную графику. Ах, мои бедные глаза. Ну, а следующий фильм, в отличие от предыдущих, в прокат не выходил вообще. И я понимаю, что обещал не упоминать Фантастическую четверку, но то была Фантастическая четверка 2015 года. И я никак не могу устоять против версии 94-го. Ведь она же воистину ужасна! Впрочем, чего можно ожидать от фильма, снятого за полтора миллиона долларов, и исключительно для галочки, чтобы сохранить авторские права на персонажей. Кстати, интересно, есть ли еще подобные идиотичные примеры? Надо бы изучить вопрос. Но, черт побери, что за срань я посмотрел, когда впервые увидел эту Фантастическую четверку? Считайте, что в новом фильме Доктор Дум был так себе? Посмотрите на этого! Считайте, что сюжет в новом фильме был рваным и нутным? Вы еще не знаете об этой версии сюжета? Хотите сказать, что новая Фантастическая четверка говно? Ну, в общем-то, да, говно. Но версия 94-го года говно в кубе. Это, к слову, первый экранизированный ориджин Фантастической четверки. Это один из ранних фильмов Марвел, и я до сих пор не понимаю, для кого это вообще снималось. И этот вопрос скорее риторический, потому что фильм вообще не должна была увидеть ни одна живая душа. Но, тем не менее, ни режиссер, ни актеры, участвующие в проекте, на момент производства не знали, что работают в столб. Так какого хрена они вообще не старались? Они будто чувствовали, что фильм ждет такая печальная судьба. И в итоге складывается такое ощущение, что режиссер фильма на время съемок уехал в отпуск. Оператор при этом уснул. Монтажер, когда все это собирал, был пьяным. А спецэффекты делали с китайскими пиротехниками. Да здесь даже актеры играют хуже меня. В итоге получилось тягучее нечто, существование которого в нашей вселенной скорее интересный факт, чем обязательные условия. Фантастическая четверка 1994 года, это монстр режиссера Франкенштейна, который к несчастью вырвался на свободу. И я его увидел. Хотя лучше бы он так и сидел в своем подвале безвестности. Ну, в общем-то после такого напряженного фильма, давайте немного разрядим обстановку. Следующим в этом типа топе я хочу упомянуть фильм Призрачный Гонщик 2. И сразу скажу, я не считаю этот фильм таким уж плохим. Нет, разумеется он плох, но как трэш. Вполне себе сойдет на вечерок. Он весьма угарный и веселый, если не воспринимать его всерьез. И главное он, как мы сегодня и подбираем, дико странный. Вышедший в 2012 году от режиссеров Адреналина Гонщик, был частично продолжением, частично ремейком первой части. И по задумке создателей, видимо, был тем же самым адреналином, только по лицензии Марвел. И вот именно тут кроется главный минус фильма. Режиссеры Марк Невелдай и Брайан Тейлор явно переборщили с безумием происходящего по привычке и совершенно забыли про сюжет. В итоге история Призрачного Гонщика забывается не то, что после просмотра, а прямо после прочтения описания на кинопоиске. Но лично для меня безусловным плюсом стал исполнитель главной роли Николас Кейдж. В первом фильме, который тоже был далеко не идеальным, он казался скучным парнишкой, как будто ему кто-то тогда мешал включить его в знаменитые Кейдж Зуми. Но в этом кино его просто рвет на часть от энергии. Он безумен и, черт побери, я просто в голос ору, когда вижу эту морду. Или вот эту сцену. Или вот это. Хотя, знаете, всё это, в общем-то, не заслуга фильма и режиссёров. Всё это мне импонирует просто потому, что я действительно люблю этого фрика от кино Николая. Так что Призрачный Гонщик 2, на мой взгляд, самый странный и при этом забавный середняк из перечисленных сегодня. Фильм, конечно же, плох и не зря имеет две номинации на Золотую Малину. И смотреть его кому-нибудь я вряд ли посоветую. Во всяком случае, если я его вам посоветовал, наверное, больше не бро. И, наконец-то, Вишенка на торте. Даже две. Капитан Америка и Капитан Америка. Слишком скорая смерть. Два фильма 79-го года выпуска. Эти картины самые первые полнометражные фильмы про Кэпа. Снятые для показа по ТВ. До них, разве что, существовал одноимённый сериал 44-го года. Но там Кэпом был даже не Стив Роджерс, а окружной прокурор Гранд Гартнер. Ну, в общем-то, ладно, не о сериале сейчас речь. В 1979 году появился Капитан Америка, которого, видимо, заслуживали зрители того времени. Его сыграл актёр экшн-фильма в категории Б, Рэп Браун. И если без костюма этот молодой человек вполне себе выглядел как Стив Роджерс, ну, то есть он здоровый спортивный блондин, такой весь поджарый, подкачанный, то в костюме, божечки, да что этот зауродливый шлем? А про эти звёздно-полосатые три кошки я вообще молчу. Серьёзно, этот костюм даже хуже, чем обмундирование Кэпа из 90-х. Ну, да ладно. Давайте я вам расскажу, о чём кино. Эти фильмы 79-го года имеют минимальную связь с оригинальными комиксами о Капитане. Ни о какой Второй Мировой здесь нет и речи. Про нацистов тоже никто не вспоминает. Кто такой красный череп вообще? Откуда взялся Кэп в 79-м? Вот что, то есть разморозили или как? Да, вроде бы нет. И вообще, скажите, разве это важно, когда вот этот чёртов шлем перетягивает на себя всё внимание? А знаете, зачем вообще Кэпу нужен шлем? Дело в том, что примерно треть обоих фильмов, он просто катается на мотоцикле. И это, пожалуй, самый роскошный экшен, который создатели смогли себе позволить. Среди прочего экшена, несколько вялых драчек и... Чёрт, я не могу быть равнодушным к счету этого Капитана. Посмотрите, какой он здесь просто... Этот щит вообще подчиняется законам физики. И неужели этот бандит просто стоял на месте и ждал, пока вот эта волшебная капитанская хреновина облетит всю землю вокруг оси и ударит его со спины? Лол. И таких забавностей здесь, в общем-то, куча. Капитан Америка здесь выглядит похипарски, что ли. Но, тем не менее, сам актёр Рэб Браун не теряет своего какого-то определённого обаяния. Но, к сожалению, Капитан Америка 79-го года, оба фильма, слишком скучные и попросту глупые, чтобы воспринимать их как серьёзные марвелские блокбастеры. И обиднее всего осознавать, что создатели так наплевательски отнеслись к такому персонажу. Лично мне Кэф в последнее время очень нравится. Но халатность, с которой к нему долгое время подходили киноделы, была невероятно губительной для героя. И в то время, когда в 70-е, 80-е выходили годные супергеройские сериалы про Халка, Капитана Марвел и Чудо-женщину, Капитан на их фоне был аутсайдером. Тем не менее, гикам оба фильма вполне можно посоветовать. Всё-таки кино про Кэпа 79-го года, конечно, в первую очередь скучное, но, как я уже доказал в этом ролике, местами очень смешное. На этом, в общем-то, всё, бро и броняшки. С вами был Денис Оптимистер. Ставьте лайк этому ролику, если вам понравилось. Если этот ролик соберёт 5000 лайков, то я, наконец-таки, в ближайшее время выпущу кинофарш, который многие довольно долго ждали, практически год. Ну и, в общем-то, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой лайк-канал, ссылку на который найдёте в описании. Подписывайтесь на все соцсети, ссылки на которые найдёте там же. В общем, всё, что я каждый раз говорю. Зрите в корень, бро. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok